ну что ж друзья всем доброго дня или доброго вечера в зависимости какого времени суток вы меня смотрите сейчас приступим к нашему разбору нашей с вами замечательной игры но перед тем как мы отдел все начнем хочется сказать пару слов особенно для тех кто впервые смотрит видео на нашем канале чтобы не возникало вопросов что это что не делают и так далее так далее скажу вкратце мы со студентами играем в различные фото игры и сейчас у нас игра в алфавит то есть думаю и так уже видно понятно то что сейчас мы играем на букву в и соответственно вот у нас в кадре вишня пожалуйста там викинг или это воин виноград из этом он ведьмак у нас велосипедист верблюд ну и так далее а даже если вы видите вроде бы девушка и где здесь на букву в это как минимум значит ее зовут на букву в и я даже подсмотрел почему здесь буква в потому что ее зовут вазира конечно вот эту штучку я скоро отменю потому что студенты начали в этом плане на что даже где-то халтурить не знает что снять на какую-то букву чего зачем парить мозги давай я сниму у какого-нибудь своего соседа которого зовут на какую-то определенную букву которая у нас как раз таки и в игре и отмаживаюсь и ничего придумать не буду поэтому ребятки скоро эту лавочку вам прикрою а прикрою я уже ее со следующего получается нашего с вами разбора вот и получается сейчас буква в а тут у нас разбор буквы b и вот четко что 5 в это там латинская b то есть в данном случае надо мне даже дело переименовать ладно не буду переименовывать я думаю понятно это у нас как это пересдача буквы b значит в чем вся фишка зачем я сейчас рассказываю особенно новеньким зрителям ребят если увидите что я на хорошую работу говорю что что-то мне тут не нравится и отправляю студента переснимать вы видите что здесь вроде все окей чуть он до него токсин докопался я хочу сказать то что я каждого студента здесь знаю от а до я в плане того когда они у меня занимались и я прекрасно знаю у кого какой уровень кто что умеет и когда я вижу что человек начинает халтурить соответственно я этот момент ему сигнализирую говорю дружище счет ты халтуришь гол давай переснимай потому что это не пойдет а если вдруг увидите на какую-то такую более такую слабую работу игру в целом нормально продолжайте дальше все окей это говорит о том то что я вижу что студент растет у него работа становится лучше и соответственно и это замечательно и чтобы вы в общем не удивляюсь почему на некоторые слабые работы говорю в целом окей и нормас она более сильные работы и отправляю студента переснимать думаю теперь этот момент всем ясен и понятен приходится договорить каждый раз вот потому что иногда возникает у новых наших зрителей вопросы а также рекомендую просмотреть другие наши разборы у нас их очень много вообще мы в эти игры играем уже очень очень давно больше наверно я не знаю больше трех лет наверно год даже 4 если не пятый год вот просто раньше мы все делали в telegram канале я это все делал комитировал в аудио формате а сейчас пока у меня есть время пока есть возможность я записываю соответственно это все видео думаю вы заметили что сейчас идет запись через ipad у меня нету на данный момент никакой возможности записывать это у себя на компьютере потому что в первую очередь меня даже дома нету моего рекордера по звуку это все у меня в студии вот а сейчас есть возможность только записывать дом поэтому что есть тому и рады в любом случае представьте что это какой-то там стрим в котором вот прям через айпаде к вам дело все вещают в принципе все дело это я вам рассказал подписывайтесь на канал ставьте лайки и так далее но я думаю вы и так это все прекрасно знаете ну что ж давайте начнем наш разбор и так первый наш участник я иногда буду посматривать на параметры которые у нас есть то есть я буду видеть на какую-то камеру сняли на какое фокусное расстояние соответственно буду видеть все моменты и где это логично где не логично также буду подсказывать значит так вот первая наша с вами работа также хочу ребята предупредить что сейчас возможно фоном немножко будет слышно как работает кондиционер уж простите выключить не могу мы живем в ташкенте тут такая жара чтобы комментировать без кондера это я наверное думаю когда почти в ноябре в конце долго слишком ждать поэтому вот как есть еще раз домой и радуемся потому что лучше уж я буду в мокрой и так что там он у меня он сверху подсказки идут с youtube значит ладно первая наша работа вот я смотрю на это все дело и первое что мне сейчас смотрите мне нравится во первых я вот смотрю на вишню у меня такое ощущение что она какая-то была замороженная и она сейчас оттаивает потому что она не выглядит свежей по сути у вас мята свежая но вишня она какая-то темно-бордовая и вот она тут у нас как будто бы тает и тает одновременно теряя свою жидкость или как правильно сказать то есть видно что она замороженная что становится странно в принципе на тот момент когда вы снимали вишни еще в принципе она еще должна была быть свежая но не знаю почему вы делу все не использовали второй момент меня немножко сейчас смущает и отвлекает это сейчас я вот так сделаю вот значит вот здесь вот эти части они слишком какие-то светлые тарелка тоже слегка меня отвлекает слегка слегка и вот эта часть то есть она бросается в глаза если говорить и рассматривать композиционно вот здесь мне не хватает пару вишенок чтобы было пару и было бы здорово если бы еще в этих вишенок были бы вот такие бы листочки они гармонично смотрелись бы как раз таки вот с этой мятой либо нужно было просто расставить вот так вот туда вишенки чтобы они были пятнышками и туда же нужно было поставить вот эти вот листики это так еще листики рисую вот было бы лучше. Не было бы так пусто. Во-вторых, я бы пересмотрел вот это вот фокусное расстояние в 85 мм, еще тем более на кропе. Я бы, скорее всего, поставил бы сигмун 1750 и снимал бы, чтобы немножко были искажения нашей бочкообразной дисторсии и так далее. Это смотрелось бы лучше. А во-вторых, само восприятие блюда, вот если смотреть. Во-первых, у меня ощущение, что вафли, они какие-то сухие. Хоть я вижу здесь вот какая-то есть жидкость, то есть я вижу. Вот. Потом чувство, что оно как будто бы не в фокусе, но хотя оно в фокусе. Я бы диафрагму еще больше бы закрыл бы на этот снимок. Вот. И вафли, еще раз вернусь к ним, кажутся сухими. Опять-таки, я понимаю, что здесь, ну, у меня мозг воспринимает, что здесь сейчас замороженная вишня, и я чувствую, что она холодная. И я даже примерно понимаю, вот она немножко... Даже где-то там льдинки эти есть. И я не уверен, насколько здесь это нужно и сочетается. Может быть, конечно, есть любители холодной вишни и холодных вот этих вот вафлей. Я ничего не говорю. Возможно, это есть. Но, смотрите, как бы я бы здесь дал бы больше объема. Если бы, допустим, вот представьте, вот сюда, вот так вот, вы бы налили мед, и чтобы он стекал. Я думаю, может быть, каким-то более контрастным цветом и нарисую. Я просто желтым начал рисовать. Вот так вот. Вот здесь вот как бы свисал. Вот здесь. Либо это шоколадная глазурь какая-то, либо еще что. Было бы лучше. То есть, вот как-то вот это, все это дело растекается. А вот здесь, вот здесь, еще на этом, когда блики, вот так вот от света, это будет вообще круто смотреться. А почему я говорю, что вишня похожа, как будто она заморожена? Потому что она выглядит какой-то матовой. Если бы она была бы глянцевая, у нее вот эти блики, они бы еще красивее были бы. То есть, они вот так, вот так. То есть, красивее бы это все дело смотрелось бы. Моя рекомендация. Это дело все переснять. Попробовать сюда добавить. Либо сгущенное молоко пусть течет, я не знаю, либо мед пусть течет, либо там, не знаю, шоколад возьмите какой-то. А добавьте на самом деле, вот сюда, может, плиточки шоколадок, если сюда поставить. Опять-таки, это все, как говорится, на вкус. Вот, пару шоколадок вот так вот поставить. Ну, плиток, плиточных. Вот, видите, композиционно. Я думаю, смотрелось бы прикольно. Вот. Поэтому моя рекомендация подумать этот момент, попробовать еще раз переснять, залить это все каким-то там сиропом. Вот. И, соответственно, все это дело сдать. Пересмотреть ваше фокусное расстояние. И, касательно, кстати, света, вот, про свет хочется сказать. Было бы классно, вот, если бы свет не вот так вот просто заполнял. Понимаете, у вас здесь немножко так же не хватает теней. Вот, чуть-чуть теней не хватает. Немножко плосковато смотрится. А второй момент, если бы свет еще был бы, то есть, вот так, то есть, вот он идет, это то, что синее рисует, это темно. То есть, вот так вот. И, как-то это показано. То есть, ну, вот это вот обволакивает саму, вот это вот блюдце, то есть, вот свет таким пятном, мягким-мягким, вот уходящего так в тень, я думаю, было прикольней. Опять-таки, я сейчас говорю, то, как бы я бы сам бы снял. Вот, и то, как бы я бы сам бы готовился к этой съемке. Вот, и я думаю, так было бы лучше. Даже вот сейчас я каляки-маляки свои нарисовал, смотрится, и то уже, как-то более побогаче, что ли. Вот, более как-то понасыщеннее. Поэтому, в общем, пересматриваем и дуем это все дело переснимать. А так тоже в целом ничего. Но можно снять лучше. Поэтому, давайте, переделывайте. Следующий наш участник. Значит, 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 вот мы смотрим. Немножко странная компоновка у вас. У вас слева направо очень много пустого места. Я бы скадрировал бы вот так вот. Чтобы зрителя долго и скучно не вести к этому верблюду. Вот тут он прям с ним, вот, пожалуйста, встретился. То есть, я бы скомпоновал бы вот так вот. Потом, что-то я вот сразу тут вижу. Вижу я тут какие-то... либо вы это цветностью перекрашивали, либо я не знаю, что это. Потому что, судя по тому, на чем вы фотографировали, это у нас 5D Mark IV плюс 70-200. Я не уверен, что 70-200 даст вот здесь вот такие хроматические аберрации, что вы их перекрашивали. Что-то с ними не то. Либо они какие-то у вас были... Я не знаю, что вы тут делали. Либо вы небо убирали, либо еще что вы делали. Немножко мне этот момент непонятен. Вот. Переконвертируйте заново в файл. И следите вот за вот такими вещами. Потому что, не знаю, я не думаю, что 70-200 даст такую хроматическую аберрацию, что потом ее нужно было так убирать. И через цветность, если перекрашиваете, хотя бы цвет соблюдайте, который вы делаете. И старайтесь не попадать на другие участки, чтобы они не перекрашивали. Вот. Поэтому рекомендация. Если есть снимок без вот такой длинной-длинной ненужной компоновки, я думаю, вот так вот будет замечательно. То есть зритель сразу смотрит на этого верблюда, чем три часа к нему идет. Вот. Ну и, соответственно, ляпы вот эти вот. Если есть трав-снимок, переконвертируйте его. Следующий наш участник. Так, это у нас понятно. Окей, хорошо. Значит, первое, что мне сейчас не нравится и бросается мне в глаза, это, дайте я вот так вот сейчас сделаю, это вот эти вот пересветы. Вот смотрите, как их много. Вот прям идет, ух! Я не знаю, почему вы этот момент не контролируете. То есть это очень-очень важно и это сразу видно. Вон я вижу, как вы тут снимаете. Вон, сразу видно. Моя рекомендация, сразу отправляю вас это дело все переснимать и очень еще, давайте так, я сейчас сделаю вот такую штуку. Сейчас, секунду, вот. Сейчас. Во-первых, опять-таки, я понимаю, что вы не прошли еще у меня куст, куст, в кусте стоит куст, курс постобработки и как минимум вот эти вещи надо чистить. Но, опять-таки, неважно, прошли вы у меня курс постобработки или не прошли, эти вещи нужно чистить на этапе съемки. То есть не нужно ждать постобработку, чтобы вот это чистить. Не тратьте свое время на это. Возьмите щетку перед съемкой и протрите. Пройдите, чтобы этого не было. Я понимаю, что, возможно, ну, опять-таки, я просто видел такую моду на такие майки, где вот это вот, вот такие вот крошки, их там очень много, они как звездное небо. Вроде бы прикольно смотрится, когда вживую, но когда ты сфотографируешь, это выглядит как будто там перхоти столько насыпало, что просто труба и приходится это дело все убирать. Вот. И когда я вижу такие майки, я просто уже один раз с этим столкнулся. Я говорю, не, дружище, давай-ка, давай майку меняй, потому что это потом смотрится отвратительно и я не хочу это потом ретушировать. Вот. Вот этот момент очень важный. Теперь, также, очень важный момент компоновки. Вот, непонятно, зачем вот в данном случае вы здесь оставили воздух, зачем вы ей вот так сейчас развернули вот так шею, то есть лицо, и когда направление шеи вот так. Я не говорю, что такое не бывает. Я не говорю. То есть, такое снимают и с воздухом над головой и так далее, и так далее, но снимите без воздуха над головой. И вот лично вам такое вот задание, это вот смотрите, лично, персонально вам. Я хочу, чтобы вы сняли ее, во-первых, что все было чисто, шея ровно, лицо ровно, прическу сами там вот, пусть, вот прическа ее идет, пусть будет вот этот вот куст, кустик, ну, вот это, я не знаю, как называется, листик там, прическа пусть будет как-то вот так вот, посмотрите, у меня там в работах всякие вариации есть, вот, и снимите это так, и не нужно вот разворачивать так лицо, как будто, я не знаю, что-то там подслушивать. Еще раз говорю, я понимаю, что есть такие позы, мужские, женские, когда поднимают одну часть, подбородок выше, ниже, то есть, это все есть, я про это ничего не говорю, и не забывайте, пожалуйста, использовать отражатели, в данном случае, не светить, а рассеивать, чтобы вот таких бликов, точнее, пересветов не было, это очень важный момент, также не забывайте про вот такие дырки, которые у нас, вот здесь, чтобы их не было, и даже вот здесь, у вас цветок уходит в пересвет, поэтому, когда вы снимаете, особенно на игры, не нужно снимать просто, потому что, на букву В, только потому, что у вас есть знакомая, или, может, это ваша родственница, там, не знаю, дочка, сестренка, не знаю кто, ее зовут на букву В, и снять ее где-нибудь в кусте, с цветочком в волосах, подходите к съемке немножко продуманно, и смотрите, хорошие примеры, собирайте все эти референсы, и когда снимаете, все время сравнивайте, что получилось у вас, и на что вы смотрели, на что вы опирались, потому что элементарно, я бы вот здесь бы убрал бы, вот этот вот, не знаю что это, может быть, это там растет, либо это, я не знаю, что это за какие-то сухие кусочки, не знаю что это, вот, в общем, к съемке нужно готовиться, а не лишь бы снять, только потому, что нужно что-то скинуть, это я сейчас вам не в упрек говорю, а к тому, то, чтобы вы, как это, старались снять лучше, и замечали элементарные ошибки, потому что, если бы я вам их показал бы, вот просто сказал бы, какая здесь ошибка, если это была бы чужая работа, вы бы сказали бы, здесь какие-то пересветы, воздух над головой, он там грязь, и так далее, и так далее, вот, вы сами все это и так, без меня сможете определить, поэтому давайте, переснимайте, и я знаю, что у вас получится, так, следующий наш участник, давайте посмотрим, значит, вот так вот, во-первых, я вижу следы ретуши, я думаю, их все видят, вот ровно посереденечки, ну, посередине у нас, это все дело видно, резали глаз, двигали, и, соответственно, вот наши элементы, которые повторяются, то есть, вот они прям, сильно-сильно идут, второй момент, а зачем вы так перекрашиваете, как его, белок, вы его обесцветили, и еще как-то перекрасили, не нужно было это делать, абсолютно не нужно было это делать, значит, цвет кожи, плохость в том, то, что у вас цвет кожи, он, он везде одинаковый, так не должно быть, кожа, она не такая на самом деле, то есть, кожа на лице, у нее куча всяких там оттенков, пятен, переходов, и как раз таки это отличается, съемка, естественная съемка, когда вы, естественно, снимаете портрет, где кожа сама по себе нормальная, от съемки, где, замуливали модель, мейкапом, и она выглядит, кожа, как кирпич, одного оттенка, то есть, мы это на посте, все это дело проходили, и смотрели, поэтому верните обратно оттенки в коже, она иначе вся какая-то выцвевшая стала, это очень важный такой момент, вот, не перекрашивайте глаза, вот, второй момент, вот здесь, я вижу, опять, вот зона пересвета, где-то эти зоны, они смотрятся ок, но если, понимаете как, они смотрятся ок, если их специально делают, потому что даже если зайти в Behance, посмотреть, с хайлайтерами, очень много снимают, специально красят, чтобы они горели, но бывает такой момент, где-то это нужно, а где-то это не нужно, вот, важный момент, а во-вторых, вот я вижу здесь, не то что прыщик, но вот торчащие, вот я вижу, то есть даже вот, вот эту часть вы, дубликатов понаоставили, если смотреть, то есть вот, и таких моментов, таких моментов, здесь достаточно, то есть вот, кисочку мне надо сделать поменьше, но опять-таки, я думаю, вы сами понимаете, о чем я говорю, потому что вы же сами работу-то и делали, и видели, вот это очень важный момент, потом, смотрите, когда, допустим, вот я снимаю портреты, вот если я вижу, у модели, вот сейчас я объясню, что я говорю, то есть вот так, и вот у нее идет вот так, немножко криво рисую, про что я говорю, сейчас, вот видите, вот эта область, и здесь вот, раз линия, и два линия, я всегда модели говорю, чтобы она вытянула лицо вперед, для того, чтобы вот эта часть, скрылась, и только после этого, у нее пойдет, вот прям нормальный, вот такой вот овал, без вот таких вот, вот таких вот штук, ясно, да, вот, поэтому, этот момент тоже надо видеть, теперь следующее, зачем нам вот это, в данном случае, вот отражение, оно зачем тут нужно, я не понимаю, зачем оно нужно, у нас на руке пересвет, обратить внимание, насколько прикольно смотрится, вот эта часть, она хорошо контрастирует, с, вместо, вот если вместо, вот этой вот, стены, не знаю, что это за стекла, было бы вот это, то есть, вот это, было бы здорово, то есть, было бы здорово, если бы модель, развернули бы, в сторону окна, то есть, она за спиной окно, это было бы контрастнее, чем, скучная, вот эта белая стена, с какими-то, с какими-то линиями, которые тоже, играют, ну, композиционную роль, то есть, там оно не нужно, я вижу, вот здесь, тот самый момент, когда складка, и, ну, нужно было ее, ретушить, вот эту вещь, нужно ли вот это ретушировать, вы сами решаете, но, иногда я это убираю, иногда я это оставляю, в зависимости, ну, того, что я хочу, вот, а второй момент, вот тут, смотрите, я вижу, что стекло-то грязное, и, ну, напрашивается, а что же не почистили, я сейчас в данном случае говорю, даже не почему, в фотошопе почистили, а нужно было заранее, то есть, перед съемкой, это дело почистить, стекло почистить, чтобы меньше ретушировать, запомните одно, ретушь это зло, потому что, вы тратите время на то, что могли исправить во время съемки, я не говорю, что ретушь вообще не надо применять, нет, ретушь должна быть там, где она действительно уместна, и она облегчает и сокращает время во всем, чистить сейчас это стекло, займет больше времени, чем тряпкой его, ну, протереть, по факту, если взять, а если нужно таких 10 фотографий, что это 10 раз заново, все время чистить, ой, ну его нафиг, я даже с этим связываться не хочу, по объему в целом, как бы окей, вот у нас есть световая часть, то есть, теневая часть, все это хорошо, то есть, вот так вот у нас идет, я бы вот здесь бы, немножко бы усилил бы, ну, это уже в ретуши, я бы вот этот момент усилил бы, вот, рекомендации понятны, то есть, ну, и понятно, что нужно это все дело переснять, следующий наш участник, такс, 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 значит, давайте разбирать, первое, вот, что мне бросается в глаза, ну, сейчас вот я по очереди, начну с меньшего, вот, обратите внимание, как идут губы, то есть, вот губы идут, 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 а вот тут, вот так, идет, что выглядит очень как-то странно, то есть, ну, это как, вот губа идет, а потом как-то вот-вот-вот так, странная губа, однако, почему так происходит? Потому что в данном случае, вот, видите, вот этот участок, то есть, вот, вроде бы губа есть, но вот это съели, то есть, солнце это съело, и поэтому губа выглядит какой-то ненатуральной, этот момент нужно сразу видеть, либо в ретуши поправлять, либо следить, чтобы этого не было, значит, второй момент, вот смотрите, я сейчас, вот, буду рисовать, и вот, вот так вот, скажите мне, где ее нос, куда делся нос, верните нос, видите, носа нет у модели, вот этот момент мало кто замечает во время съемки, видят только потом, и то спустя какое-то время, так не пойдет, а как пойдет, нужно выбирать область, откуда будет светить вот эти солнце, вот эти лучи, так, чтобы они не съедали всю модель, вот, допустим, вот я сейчас открою съемку, вот у меня здесь это есть, вот напротив солнца, то, что я снимал, но даже вот это, посмотрите работу, обратите внимание, того, что у нее, вот здесь рука съелась, ну, это вообще никакую катастрофу не несет, никто даже в жизни об этом и не подумает, но все остальное у нее все целое, то есть я не просто так солнце это регулировал, то есть когда я ее снимал, я еще, ну, там направо, налево, то есть вниз, вверх, вращался сам, искал красивый блик, у меня очень много было вариантов, включая даже, что он на руку вообще не попадает, а прям светит из, вот, вот если вот, опять-таки я сейчас не могу нарисовать здесь, из-за треугольничек, вот у нас пустой, и вот он посередине светил, смотрелось не очень, и я выбрал зону, чтобы вот он светился, как бы из руки, и получился вот такой вот эффект, даже если взять отсюда же съемку, вот обратите внимание, солнце светит откуда, вот, с волос, но лицо, лицо модели, оно целое, вот что важно, а у вас получилось то, что здесь носа нет, а нос должен быть, вот, иногда бывает такое, что, допустим, они целуются, и солнце светит вот прямо вот оттуда, и такое ощущение бывает, что вот их вот так вот, вот так вот, что-то съело, вот поэтому, это такой индивидуальный момент, здесь нужно прямо рассчитывать и смотреть, но следите всегда, особенно за лицом, за вот этими съевшимися вещами, теперь, я думаю, все теперь смотрят и видят, то, что у нее нету ее носика, идем дальше, так, понятно, смотрите, вот в целом ок, но, всегда есть но, правда, я вот всегда, вот так вот, композиционно, если мы с вами сейчас будем разбирать этот снимок, у нас с вами взгляд, вот, встретился с этим велосипедистом, который нас толкает со скоростью обратно, и получается, что самая вот рабочая область этой фотографии, только получается вот эта зона, вот это, его нет, это мертвая зона, потому что нас туда не пускает, нас тупо не пускает туда сопротивление, вот это вот, мы вот такие вещи разбирали на теме композиция, где модель бежит и модель убежала, это очень важно, тут мы встречаемся сразу с огромным сопротивлением, если я сейчас разверну нашу работу, вот так вот, вот теперь смотрите, что получается, то есть вот так вот, мы по ходу велосипедиста, не получая никаких препятствий, по его направлению, к нему едем и смотрим, то есть получается нам ничего не мешает, то есть вот у нас есть, мы видим направление в ту сторону, нас взгляд провожает, и мы чувствуем даже эту скорость, мы не чувствуем сопротивление, мы не чувствуем отпор, по правилу третей он расположен, ну, грубо говоря, вот, пожалуйста, здесь, ближе к этой линии, и все замечательно, соответственно, у нас есть направление, я понимаю, что сейчас можно сказать, а у велосипедиста очень мало здесь направления, очень мало движения, было бы здорово, если бы мы его расположили бы, допустим, с этой стороны, да, было бы так, у нас был бы велосипедист, и был бы простор, то есть у нас вот здесь был бы, получается, простор, куда смотреть, было бы здорово, но даже сейчас это, то, что сейчас я развернул, оно смотрится получше, и здесь нет вот этого сопротивления, как это лоб в лоб, чем в оригинале, поэтому композиционно не забывайте про вот эти вот моменты, вот здесь мы бум, врезались, и все, замерли, и получается важное, здесь хоть я понимаю, нет никакой важной инфи, в данном случае здесь нет никакой важной инфи, ну, тогда зачем было так снимать, нужно было, можно было снять тогда вертикально, и даже вот если бы сняли бы вертикально, вот теперь, ну, сейчас это, конечно, не вертикально, вот, тогда ну, что же такое? Где? То есть вот, это было бы то есть такого бы не было но я про ладно умею кучу мыслей поэтому композиция это очень важно могу сказать прикольно сняли с проводкой прикольненько сняли это вы я не за одновременно и на машине ехали или еще что будет интересно если расскажете как вы снимали по выдержке 1.30 секунды да он ехал очень быстро потому что всякие такие мы когда вы хотели снимать мы на 1.8 секунде снимали вот поэтому не прикольно сняли мне нравится в этом плане но композиционно нужно было немножко по-другому следующий наш участник давайте посмотрим значит опять вижу перекрас кожи и вижу вот здесь у нас обесцвечивание кожи зачем это обесцвечивать не понимаю равносильно как и здесь то есть вот куски обесцвечены и очень важный момент сказать мне а где вся детализация эта снимка вроде как сигма 1750 у вас объективчик хороший шоу на 100 и со 100 либо вы как-то а нет но вот я вижу 1835 а зачем вы используете 1835 если у вас сигма 1750 вот вопрос зачем ведь даже в ролике есть кучу всяких у меня моментов про которые мы говорим во вторых либо вы сняли как-то это с недосветом что потом вот так вот вытягивали что вообще детализации нет либо непонятно то есть такой снимочек напечатать будет так себе потому что все слипшиеся и такое ощущение что дифракции тут просто бьют ключом хотя 1835 на диафрагме 5 он не должен так сильно делать а почему говорю что такое ощущение что вы сняли в недосвете а потому что я здесь вижу вот этот вот шум который вы вытаскивали и объясню как это высвечивали оттуда вот видно и причем вот эта масочка вы вытаскивали еще отдельно потому что я вижу здесь еще горизонтальные линии то есть они вот следствию идут колобки ребят и вот тут вы еще даже это не дотерли потому что часть этого графина она растворилась искусственно такое ощущение что вставили цветы которые тоже не фокусе вытащили короче говоря фотошопа тут накрутили и прям дай боже а плюс еще хотя бы убрали бы и цветность шума потому что у нас тут цветовой шум прям уехи уехи прям сильно-сильно бьет теперь и кстати вот здесь вот я вижу маской проработали вот при том что на стуле тут шума не так много как во всем окружении так следствие тут колодки что за палево вы тут выложили я прям все это вижу вот значит вот тут у нас рука светится вон glow какой то есть у нас свечение будет а непонятно и теперь касательно самой задумки значит если сейчас все дело разбирать так где наш вот карандашик во первых атмосферы понимаете тут нет почему тут нет атмосферы потому что вот вы поставили сюда свечи но свечи же тоже должны давать какой-то свет зачем они это там горят если и так светло а у него так светло элементарно то есть вот рубашка как его вот в этой части вот здесь вот вот тут вот она перебивает свет же от свечи атмосферно должен же наоборот гореть я вижу что вас вышка где-то вот отсюда бьет соответственно но даже и тени вот эти вот да вот даже палево вот смысл был тогда ставить эту вспышку зачем тогда там эти свечи понимаете вот атмосфера почему нет атмосферу что плоско а второй момент конечно видно слишком что он не седой а волос у него как будто покрасили пеной вот видно это бросается в глаза конечно я не специалист по не знаю как это по седым волосам ну как сделать так чтобы это не было палевно вот но немножко выглядит волос жирным нужно было хорошенечко мелкой расческой вот тогда было расчесать чем вот такой толстой мелкой нужно было расчесывать чтобы вот эти пряди были уже было бы здорово вообще было бы здорово если бы вот здесь что-то горела бы красным то есть какое-то пятно я понимаю это где такую локацию искать чтобы вы здесь еще угадам горел там какой-то огонь чтобы что-то какое-то что-то такое было да это важно для атмосферы А если вы не хотите, чтобы это, допустим, понимаете, заведомо нужно понимать, как я буду снимать. Окей, вы будете снимать на черном фоне. Хорошо. Вы будете ставить туда вот эти вспышки. Окей, замечательно. Но смотрите, будет здорово, если вот эта свеча, вот то, что она горит, она будет давать свою атмосферу. Там вот сюда куда-то попадать на лицо. Вот эта свеча, хоть здесь вот чуть-чуть вот как-то видно, но чтобы она еще больше давала. И, соответственно, я бы еще больше свечей поставил бы, чтобы они давали как раз вот этот вот эффект. Вот этот вот, как вот, раньше что, у пиратов, я не знаю, или у кого там пиратов, ну, образно. То есть вспышки были, что ли? Соответственно, атмосфера была бы лучше и не была бы плоской. То есть эти бы, если бы вот здесь были бы эти свечи, то цветы бы по-другому горели. Вот сама вот эта вот штука по-другому бы горела бы. Книжка тоже подсвечивалась бы как-то по-другому. У нее тень была бы другая. Вот, поэтому рекомендация, опять-таки, еще раз это снять. Только попробуйте это поснимать сначала. Сначала, не перекрашивая чувака, бедного. Почему бедного, не знаю, ну, вот, потому что его еще раз нужно будет каратить. Вот, я просто не знаю, сколько вы там его снимали. Вот, а попробуйте сначала со свечами. Максимально побольше свечей сюда запихните. Пусть они дают свет. И пусть они его подсвечивают. А когда вспышкой работаете, поставьте вспышку на минимальную мощность. Поставьте туда теплый фильтр. И направьте ее так, чтобы она была больше как заполняющая источник освещения, чем рисующая. Пусть рисующей будут вот эти вот наши свечи. Я понимаю, что будет эффект костра снизу. Но это по-настоящему будет свет, тот, который есть. То есть, если вы поставите где-то еще вот здесь какую-то свечу, то, соответственно, она будет как-то попадать. Либо, опять-таки, когда вы поставите свет со вспышкой с фильтром, теплым, на минимальную мощность. Пусть это будет легкий, как бы, такой, я не знаю, там, Рембрандт или бабочка. Но все остальное, всю атмосферу пусть дают как раз-таки свечи. Искусственные керосиновые лампы. И, соответственно, лучше ее ставить тогда не спереди, а где-нибудь вот поближе. Вот, поэтому этот момент нужно переснять, перес... как это продумать. И я уверен, получится круто. Поэтому давайте еще разочек. Так-с. Следующий наш участник. Могу сказать, могу сказать, смотрится интересно. Но смотрится и слишком контрастно, и кусками очень ярко. То есть, вот тут уходит сильно в пересвет. Ну, вот эта часть. А вот тут область, вот вишня, уходит в недосвет. То есть, вот слишком контрастно. То есть, контраст тут перекрутили. Нужно было немножко соблюдать вот эту пропорцию. Здесь не хватает, здесь не хватает немножко заполняющего света. Вот капельку заполняющего света в виде хоть какой-то дымки просто. Либо можно было, конечно, пустить дымку, но дым машин-то уж брать не будем. Вот тут какая-то вот дыра. Я вижу, не знаю, что это, откуда это. Вот. Смотрится прикольно. Но немножко перекрутили с контрастом. Вот я прям сейчас смотрю, потому что... Где вот тут? Потому что вот эта часть, вот эта слишком съелась. Вот не хватает прям. Вот здесь съелась, видите, чернота. Совсем чернота. И вот здесь совсем уже черно стало. А вот тут очень яркая область. Вот. Помните, что когда я говорил, то, что нужно снимать так. Когда композиционную вообще вы выстраиваете, смотрите мутно на фотографии, и вы увидите, что очень сильно начинает отвлекать. В данном случае вот это вот еще по цвету, ее очень много тут. Вот. Поэтому попробуйте еще разок. Будет здорово. Вот если бы... Опять-таки... Сейчас я вот так сделаю. То есть вот эти, если бы даже бы они поярче были, то есть вот, вот эти вот линии. Соответственно, они даже вот направляют вот сюда. И дырки нет. Понимаете, уже как-то более-менее уравновешенно становится. То есть вот. А вишням, вишням не хватает, как раз-таки, чтобы их было видно. Вот если сейчас я их сделаю, чтобы их было видно, начну вот это дело все выравнивать, уже будет смотреться по-другому. То есть вот я просто образно, мы видим с вами пятна. Уже смотрится лучше. Но лейку я бы слегка бы чуть-чуть приглушил бы по свету. Слегка. А кору дерева, ну, немножко бы увеличил бы по свету. То есть чтобы это привело бы сюда. То есть не забывайте, ключевое, что у вас тут, это вот вишня, не лейка. А у вас, кричит лейка, а не вишня. Вот. Вот это очень важный момент. И вот этот листочек я бы немножко выделил бы, чтобы смотрелось бы цельно. Поэтому пробуйте еще раз. Не знаю, есть ли сейчас вишня или нет. Но живая лучше, чем замороженная, опять-таки. Хотя, знаете, у меня тоже такое ощущение, что как будто это черешня больше, а не вишня. Вот прям, не знаю. Решили схалтурить? Ну-ка, признавайтесь, черешня или вишня. Следующий наш участник. Вот так. Понятно. Меня сейчас отвлекает вот эта вот часть. Она пересвеченная. Очень сильно палево ухо. Такое ощущение, что оно у нее сповзло. Почему говорю, что такое ощущение? Если посмотреть вот тут. То есть вот. Я здесь нарисую даже. Дырка есть для уха. Но ухо куда-то смотрит туда. Что само по себе как-то странно. По-моему, оно у нее слегка слетело. Второй момент. Не второй, но еще какой-нибудь там. Я уже просто не помню, по счету какой. Глаз как-то темно, где блики. Хоть они тут есть, но их очень мало. То есть темно. Было бы здорово, если бы вы поставили вот сюда, с этой стороны, хоть какой-то там, не знаю, отражатель. Чтоб как-то хоть подсвечивал. Потому что вот здесь это вообще труба. Уходит в пересвет. А в-третьих или в-пятых. А где текстура? Это из чего сделан рога? А где текстура-то? Куда она съелась? Чернота же. Вон. Полная, плотная чернота. Равносильно, как и здесь. Контраст. А перекрутили. Не надо так крутить контраст. Либо вы это сняли в каком-то пересвете. Точнее не в досвете. И потом вытаскивали. Потом я не знаю, что еще делали. Вот. Либо я не знаю. Вот. Но шум. Его тут очень много. И так же бросается в глаза. Тон кожи. И тон уха. Видно, что оно пластмассовое. Нужно было подобрать. То есть подкрасить ухо в цвет кожи. Чтоб оно смотрелось одинаково. Иначе слишком палево. И я бы, допустим, задался вопросом. А нужно ли здесь это ухо? Или нет? Потому что, когда вот такой торчит элемент, в данном случае ухо, в первую очередь все смотрят туда. И в первую очередь видят фальшивость этого уха. И этим самым фотография, вон еще из пересвета, становится так себе. Поэтому нужно эти вещи продумывать, прочитывать. Рекомендации полностью переснять с учетом всех моих комментариев. О'кей. У нас же буква В. Вечер. Да, это вечер. Но почему-то мы смотрим на вот этот вот зонт, или как он там называется. Композиционно, если развернуть снимок, вот так. И вот теперь смотрите. Опять вспомните, пожалуйста, тему композиции. Зритель смотрит вот на это все то, что здесь происходит. Красивое небушко. Облака. Пожалуйста, у нас даже есть передний план. Чувство, что он тут стоит. А потом, после того, как он это посмотрел, он видит это. Но перед тем, как он видит это, он прошелся по вот этому. Вот. По вот этому. А это важно. То есть, нужно помнить про композицию. И даже будет желание, а не присесть ли мне где-нибудь вот здесь, посидеть и посмотреть. Что было бы замечательно. А если у вас был бы еще там сидел бы человек, то было бы вообще круто. Голова, плечики, такой сидит. Вот, ножки туда. Уж простите за мои рисунки. Вот. Ну, ладно. Вот. Было бы замечательно. И композиционно как он смотрится. Поэтому, конечно, я вас туда не отправлю переснимать. И единственный выход в данной ситуации, это отразить снимок по горизонтали. Вот. Это будет лучше, чем вот мы воткнулись в эту штуку и не смотрим на тот самый закат вечера. Вот такие вот рекомендации. Поэтому, если есть снимок сразу справа, его лучше используйте, чем просто вот так вот. Но я бы на вашем месте, опять-таки, не всегда бывает, когда возможно снять, чтобы какие-то объекты были справа или слева. Хорошая рекомендация, это просто отразить по горизонтали. Композиционно так в данном случае будет смотреться лучше. Так. Это что у нас? Это у нас вилки. Ага. Ага. Понятно. А в камеры RAW в редакторе нужно было выключить романтические аберрации. Это очень важно. Также, что у нас тут? Цветовой шум. Либо вы это сняли в недосвете, потом поднимали яркость, что у вас тут появился шум. Во-вторых, ну, можно было и почистить вот эти вот точки, которые я тут вижу, чтобы выглядело чище. Ну и как вот это. Какие-то царапинки, волосочки. Довольно знакомая стилистика работы. То есть не первый раз мне такое сдают. Вот. Нужно было поработать еще с фокусными расстояниями. Это выясняли, получается, на... Вот я сейчас не вижу, именно на каком фокусном расстоянии. Вот. Я сделал бы угол пошире. И, соответственно, еще приблизился... Ну, подошел бы поближе. Не забывайте про цветовой шум. А я еще вижу. Вот вы тут у нас и химичите. Вот. Прям ровная полоса. Того, что вы потянули наверх. Выясняли одно, а потом потянули. То есть даже не скрыли свои следы преступления. Видно же, здесь горизонтальные линии. А тут у нас, вон, совсем другое. Не оставляйте, пожалуйста, такие детские ляпы. Тем более, вы знаете, что я это сразу увижу. И в печати тоже это будет даже видно. Поэтому не забывайте про вот эти вещи. Отправляю тоже вас переснимать, чтобы это выглядело гораздо лучше, чем сейчас. Так, следующий участник. Значит, я тут специально закрыл пятую точку. Давайте, вот пятая. Сейчас, секунду. Вот так вот. Пятую точку. Вот так вот, пятая точка. Дабы у нас цензура. Но при этом все равно прокомментирую эту работу. Вот тут пятая точка. Сейчас мы вот так сделаем. Вот. Значит, первое. Начну не с пятой точки, а с того, что я здесь вижу, так я поярче себе сделаю. Во-первых, что вот здесь у нас с фоном? Почему какая-то тут у нас появилась какая-то грязь? Это либо фон грязный, либо вы тут что-то намутили. Второй момент. А если это вино, то почему оно какое-то мутное? И у меня такое ощущение, что вы тут что-то ретушировали. Либо у вас был бокал грязный, либо еще что. Но вот тут видно. А во-вторых, это не похоже на вино. Это похоже на компот. Он с пузырями. Вот пузыри. Что пузырить-то не убрали? Вот в компоте такие пузыри. Видно, что бокал как-то заляпанный. Видно. Вот здесь у нас какие-то вот такие вот хрени. Значит, а если это было бы вино, то бокал выглядел бы чернее. И, соответственно, жидкость, она не выглядела бы там такой мутной. Сейчас она выглядит какой-то мутной. Во-вторых, здесь на снимке недосвет. Нужно было поднять яркость снимка. Точнее, яркость освещения на побольше. Потому что здесь чувствуется недосвет и на пятой точке, и так далее. Плюс, скорее всего, выясняли в недосвете, а потом это дело все вытягивали. Потому что я вижу вот здесь вот порванные вот эти вот дырки. То есть, если я сейчас вот так вот уберу, то есть вот я вижу вот эти вот порванности. И такое также бывает сразу, когда снял в JPEG. И все. Оттуда и вот так камера проработала. В RAW-е такого не может быть, если вы сняли сразу норм. Если начинаете высветлять и так далее. Да, зависит от динамического диапазона вашей камеры. Но такого нет. Во-вторых, не во-вторых, не знаю в каких. Опять, я вижу, что вы вот здесь вот след. Как будто прорабатывали тоже. Сейчас у нас это было. Да, точно два пальца. А, нет, это в Photoshop такие горячие клавиши. Вот. Вот я вижу тоже след. То есть, я вижу, что шумы переходят в ровную линию, где нет шумов. Это говорит о том, что вы это прорабатывали. Вот. Вот, поэтому рекомендация переснять пятую точку. Кстати, вот даже вот в руке я вижу. Я вижу, что как будто пальца не хватает. Ну, вот кусок кожи, как будто его нет. Вот. Переснять вместе с пятой точкой. Ага. С нормальным бокалом вина. И с нормальным освещением. В плане того, чтобы не было таких недосветов. Так, следующий наш участник. Ага. Ну, давайте посмотрим. Значит, не хватает объема. Здесь плоско. Тени очень плоские. И их мало. То есть, за всю работу. А что у нас тут по теням? По теням у нас тут, да вот. Вот, всего лишь. По теням у нас, ну, что-то тут, где-то какой-то намек. А вот это, вот это у нас очень огромный участок. Который светится прям, мам, не горюй. Красивее было бы, если... Если... Сейчас я вот так цвет поменяю. Если вот, допустим, смотрите. Вот, допустим, светлая часть. Вот, допустим, вот здесь немножко потемнее часть. Которая переходит. То есть, понимаете, градиентно, если бы лево. Если бы вот здесь вот, опять, ну, это я сейчас подбирать надо. Маркеры. То есть, чтобы вот эта внутренность воротника, она не перебивала. Она очень яркая. Очень яркая. Как и вся рубашка. Попробуйте. Вот вам задание. Уберите эту цветную рубашку. Возьмите белую рубашку. Поставьте ее на белую поверхность. И снимите в черно-белом. Снимите так, чтобы не было нигде пересвета. Снимите так, чтобы были тени. Снимите так, чтобы были переходы. И тогда будет здорово. Специально идти покупать белую рубашку не обязательно. Вот. Не знаю, можно ли сложить такую не новую и так далее. Ну, в общем, я думаю, разберетесь. Вот. Но красивее будет. Вот лично я бы снимал бы вот такую белую рубашку сложенную. И без вот этой пластмассы. Потому что здесь зачем эта пластмасса? Вот я тут ее вижу. Вот я белое на белом, вот так бы снял бы. Еще были бы переходы. Поэтому этот момент нужно пересмотреть. И попробовать это все дело переснять. Следующий участник. Так. Окей. Хорошо. Значит. Значит, значит, значит. Вот. Вот так сделаю. Еще раз. Какое фокусное расстояние? 17-50. Я бы постарался бы это снять. Немножко с широким фокусным расстоянием. Чтобы это немножко какое-то было бы искаженное. То есть форма бокала. Вот. Я бы вот это снимал бы, допустим, не на черной ткани. Понимаете? Вот эта ткань, она немножко дешевит. Вот эта вот ткань. Она дешевит. И выглядит так себе. Я бы лучше поставил бы доски. Доски. Обычные черные доски. Даже если бы это были бы, я не знаю, даже пусть это будет кухонный стол. Вот. Но с досками, либо еще что, чем-то я бы, ну, поменял бы. Бросается сейчас в глаза, зачем здесь золотая ложка. А плюс она еще вот какая-то грязная, что ли. Зачем она здесь? Ведь здесь же все серебряное. Зачем золотая ложка? То есть откуда она появилась? Тут было бы лучше себя, она была бы серебряная. Вот. Вот тут, конечно, вишня странная. Одна вишня слева, которая в темноте, вторая какая-то, она уходит в красное. То есть если бы я подбирал бы, я бы подобрал бы так, чтобы они две были одинаковые. Потому что в данном случае вот правая вишня на глаз мазорит, а вторая в темноте. То есть вишню я бы сам по себе переставил бы куда-нибудь, да вот сюда бы хотя бы, вот две, чтобы они были светлые. Иначе вот это совсем пропало. Возможно, я бы сделал бы так, что вот эта вишня вот так вот здесь бы свисала. Был бы лучше. Я не знаю, зачем вы обрубили вот эти вишни. Может, лучше их было бы не обрубать. При смене фокусного расстояния, если бы я поменьше сделал бы сам фокусного расстояния, вот эта вот наша, сейчас поменяю, вот эта чашка, она была бы более такая, понимаете, шире. Бокал имел бы более какую-то такую форму. То есть я бы вот этим обыгрывал. И еще раз, немножко портит вот этот вот вид. И как будто ощущение, что чуть не хватает здесь. А во-вторых, было бы здорово, если бы вы само вишня, вот это подсветили бы, чтобы светло было бы. Поэтому рекомендация попробовать еще раз, но я не уверен, есть ли сейчас вишня или нет. Но вот эти моменты не забывайте, не забывайте про фокусное расстояние. Это очень важно. Сказать, что здесь что-то так себе плохо, тоже я не могу сказать. Но снимок, он немножко недоделанный, он обрезанный. И пятна, опять вот даже сейчас я вижу, вот оно мне очень сильно стало бросаться в глаза. Неравномерность вот этого вот. То есть если у нас идет вот темный фон, то вот здесь какие-то, вот тут какие-то пятна непонятные. Которые, вот здесь немножко по-другому. Поэтому пересмотрите этот снимок и будет здорово, если сможете переснять. А если нет свежей вишни, возьмите замороженную. И пусть это будет, я не знаю, там, ладно, сейчас опять буду рисовать. Видите, кому-то говорю замороженную, кому-то не говорю замороженную. А если это будет прямо вот здесь видно, будет лед. Ну, такой легкий лед. Вот тут вишня. Я понимаю, что не будет сейчас веточек. Вот, но пусть это будет вот таким вот треугольничком. Лед белый, там, вот это вишня. Вот здесь что-нибудь тоже накидать. И, соответственно, может какой-то типа смузи, какого-то такого придумать. Ну, тогда придется, скорее всего, либо поменять этот фужер, потому что он немножко не подходит. Вот. Либо обыгрывать его. Ну, вместо каких-то веточек, пожалуйста, зеленая мята, листочки. То есть, вот как в предыдущих вот работах, которые я комментировал. Можно, можно что-то придумать. Поэтому думайте и давайте переснимайте. Так, а следующий наш участник. Значит, 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 значит. Мне здесь не нравится. Во-первых, нет объема. То есть, вот отсюда. Начиная отсюда, заканчивая отсюда. У нас нет светотени. Все практически одно и то же. То есть, в первую очередь, о чем мы должны думать? Что у нас должна быть светотень. То есть, вот эта часть, если свет, опять-таки, а где у нас свет? Он ниже стоит, низко стоит. Нужно же поднять выше. И вот эта часть в тени. То есть, в данном случае мне не хватает тут объема. Работа выглядит плоской. Я еще эту работу сейчас, в принципе, хотя могу же это сделать. Вот. Также, вот если сейчас посмотреть, вот я уже здесь вижу плечи, что замечательно. Только до этого плечей не было. А плечи это нужно. Иначе, если посмотреть в... Вот так вот. А где плечи? Плечей нет. И в итоге получается, что вырезанная как будто работа. А где? Нету. А плечи-то обязательно. То есть, раз. И два. Конечно, такие майорские плечи нарисовано. То есть, вот. И очень важен нам объем. То есть, теневой рисунок очень важен. Поэтому рекомендация переснимать. И не забывайте про то, что у нас есть схемы бабочка Эрмбрандт, у которых есть тоже свои определенные требования. И если соблюдать эти требования по этим схемам, то снимки сразу станут другими. Так. Следующий наш участник. Смотрим. Ясно-понятно. Давайте разбирать. Первое, что мне сейчас не нравится, это то, как вот это мне бросается в глаза. Она очень сильно светится. То есть, ключевой объект, по сути, должен быть у нас вот этот. Но на него взгляд не идет. Потому что вот это начинает очень сильно отвлекать. Не хватает света вот здесь. То есть, на самой банке, вот здесь, не хватает света. Чтобы показать, что это главное у нас в сцене. Не хватает. Я, правда, даже не знаю, что это там. Вот. Чуть-чуть бы я бы приглушил банку, бумагу. Я бы вот здесь бы прибавил бы теней. То есть, либо сам бы их дорисовал бы, но сделал бы больше акценту. Соответственно, где-то, вот опять за счет того, что вот это у нас перебивает, у нас и булочек этих не видно. На тех же булочках я бы вот здесь бы сделал бы чуть посветлее, вот тут бы проработал бы, вот тут бы увел бы в какие-то тени. Вот эту кубышку вот так вот чуть-чуть бы сделал бы посветлее. То есть, ну, разбросал бы это все. Вот. И то же самое с этой нашей вишней. Поэтому сейчас очень сильно, еще раз, отвлекает, получается, фон. Не фон, а то, на чем это лежит. Это вот эта часть прям очень сильно отвлекает. А вот это вот, на этом всем, то, что есть, оно теряется. Его не видно. И все остальное теряется. Только потому что, вот то, что я синим отметил, оно сильно, в данном случае, бросается в глаза. Не хватает теней. То есть, свето-теневого рисунка здесь не хватает. А он должен быть. Поэтому рекомендации все это дело переснять. Потому что ключевого объекта, по сути, так не видно. Хоть он занимает много места, но он плоско выглядит еще. Вот. Поэтому переделываем. Так. Давайте посмотрим. Угу. В принципе, можно было и не поднимать на ISO 200. Можно было снять там выдержки хотя бы 1,60. 1,80 хотя бы. Вот. Ну, подняли. Значит, что мне сейчас не нрав. Мне не нрав, что вы перекрутили контраст. Вы очень перекрутили контраст. Причем, скорее всего, вы еще использовали какой-то экшен. Либо я не знаю что. Потому что я вижу здесь тонирование. Оно розово-зеленое. Не используйте, пожалуйста, вот эти дешевые экшены по тонированию. Либо вы этот же экшен и сделал фотографию контрастной. Очень много людей, фотографов, как и начинающих, так и профессионалов, порой просто этими экшенами портят свою работу. А потом они же сами признаются, что, блин, без экшена лучше бы загрузили. Потому что смотрится с ними более живым. Ну, кадр более живой, нежели такой слившийся. Здесь не хватает информации, понимаете? Вот. Либо здесь надо наращивать шум и добавлять, типа, дымку. Либо это дело все надо выборочно. Вот вы хотите добавить контраст, но добавляйте его выборочно. Там, на реснички, я не знаю, там, в тенях. Ну, зрачки не делайте такими черными. Акулиями такими. Потому что не всегда это смотрится. Вот. И глаза выглядят неживыми. Хоть тут улыбка. Поэтому этот момент нужно вам переретушировать в данном случае. Потому что здесь проблема с ретушью. И вот я вижу здесь у нас, и, пожалуйста, вон отражатели торчат. Все замечательно. Вот. По фокусу в целом как бы норм и ненорм. Но в целом как бы норм и ненорм. Вот. А ретушь тут хромает. Поэтому переконвертируйте файл и не используйте такой слишком too much эффект. Так. Следующий наш участник. Ну, смотрите. До этого, то, что вы в группу скидывали, там есть тоже хорошая работа, которая получше смотрится. Вопрос вот к этому сразу, сразу. Зачем вот здесь, вот эти мокрые волосюшки, если вот тут на всем протяжении все волосы сухие. Для чего это было сделано? Пусть тогда они будут полностью все мокрые. Либо как-то не знаю, понимаете. Иногда это несостыковка происходит. Вон тут мокрые, а там сухие. Либо, понимаете, у вас до этого в группе чего скидывали, там, еще раз говорю, варианты были даже и получше. Вот там я один видел, он прикольно получился. Вот этот момент сразу, ну, как, бросается в глаза. Второе. Значит, компоновка не хватает, вот не хватает здесь груди. Вы слишком низко обрезали. И, соответственно, ну, воздуха здесь много. Нужно было немножко подальше снять. Потом, очень важно, здесь также очень мало светотеневого рисунка, то есть очень мало теней. А теней нужно дать побольше. Вот. И очень сейчас мне режет глаз, вот прям, если смотреть, вот тень, вот эта вот, которая тут. В постобработке этот снимок, если обрабатывать, то если вы были у меня на ретуши, то есть светлые участки мы бы подняли бы по яркости, темные чуть притемнили бы. Ну, было бы получше. И задумайтесь еще раз касательно, насколько это нужно. Потому что это странно. Здесь мокрые, там летят. Было бы лучше, может быть, чтобы они полностью вот так и свисали бы, и летели бы. Я думаю, было бы красивее. Вот. В любом случае, у вас там, я знаю, что много попыток. Выберите самые интересные, скиньте в группу. Все ребята другие тоже наши посмотрят. Все дадут какой-то свой фидбэк. Вот. И я думаю, там выбрать есть из чего. Но моя рекомендация еще раз такое, поснимать. И выбрать как-то более стоящую работу. Потому что перспектива у этой работы есть. Но вот мелкие вот эти детали, конечно, они так себе. И, соответственно, я бы упрал бы эту сережку. Она здесь вообще не к месту. Потому что в размытом состоянии она, ну, не знаю, как какая-то небородавка. Вот просто непонятно, какая-то торчит. Лучше пусть будет чистое ухо, чем непонятная сережка. Так, следующий наш участник. Угу. Давайте посмотрим. Угу. Ясно, ясно. Ам. Ну, атмосферно. Прикольно. Коровки в контрвике. Только вот, знаете, что меня отвлекает? И что бы я поправил? Во-первых, я бы максимум попытался бы вытащить вот это с пересвета. Тупо максимум побольше. Чтобы этого не было. Здесь-то у нас получается в контрвиках уши еще это норм. То есть ничего не говорю. Вот. И кисточкой я бы, опять-таки, вот с пересвета это бы убрал. Вот здесь поменьше бы света вот этого бы сделал бы. Вот. Яркость вот тут я бы поднял бы на коровах. Вот в лицах я бы поднял. При том, что помимо общей яркости, вот то есть, давайте сейчас я вот так покажу. Я бы поднял бы общую яркость вот так вот на каждой корове. Ну, на каждом, то есть на каждом морде. И кисточкой отдельно бы проработал вот так светлые участки и вытащил бы. Чтобы это пообъемнее смотрелось бы. То есть вот, вот это вот прям вот так вот. Глазки бы вытащил, чтобы вот светились. То есть вот так. И отдельно проработал бы темные участки. То есть вот тогда бы смотрелось бы лучше. И, соответственно, добавил бы там детализации. То есть вот участки. Получается отдельно вот носик. Вот так вот. Я прям все ушел рисовать. Вот поэтому переработайте, переретушируйте этот снимок. И, соответственно, на этом фоне я бы, конечно, бы и немножко вот здесь бы приглушил бы. Чтобы, ну, не отвлекало. Не так сильно, но приглушил бы. То же самое и здесь бы проработал бы. Ну, как и на лице. Светлые участки, темные участки. То есть сделал бы максимально объемней. Прям какой-то у нас дизайнерский какой-то принт. Вот тут не хватает какой-то, какого-то текста. И что-нибудь там такого. И плюс еще и смайлика. О! И тут не хватает 18.00 PM. Вот так. Ладно, я сейчас уже просто прикалываюсь. Вот, поэтому перекрутите ползуночки в раве. Потому что отправлять такое переснимать, ну, это опять сидеть, чтобы она ее за ухо или там лизнула, или что-то там делала. Так, смотрим здесь. Ну, смотрите, первое, что мне сразу не нравится, то, что вишня вся грязная, как будто она упала, и она сразу липкая. То есть такую вишню неохота сразу съесть. То есть вот вы вроде бы в стакан положились. Это говорит о том, что эту вишню собирали. И те бы готовы как бы употребить. Она не на земле валяется. Но даже обратить внимание, то, что часто даже та вишня, которая валяется на земле, если фотограф ее снимает, она чистенькая. Вот. И мне сейчас вот опять не нравится то, что она липкая, неаппетитная. Я понимаю, что это то, как есть на самом деле. Вот. Но мы же хотим сделать покрасивее в данном случае. Поэтому я бы это все дело переснял. И касательно вот этого жесткого света, ну, я бы рассеял бы этот свет. Слишком смотрится, ну, не знаю, немножко бы рассеял бы. Плоско смотрится. Вот. Поэтому рекомендация. Я это все дело переснимать и помойте вишню. Понятно. Понятно. Кто снимал, я просто посмотрел, кто это снимал. Вот. Помойте вишню, иначе она грязноватая. Так. Смотрим здесь. Окей. Значит. Значит, значит, значит. Во-первых. Во-первых, во-первых, во-первых. Не хватает. Обратите внимание, если посмотреть зарубежную съемку вот таких всяких вискарей и так далее. У них очень часто, прям очень-очень часто в стакане вот так вот лежит красиво лед. Вот вы были у меня на МК по предметке. Значит, вот если ваш стакан, то есть вот стакан, вот зритель. Мы смотрим сейчас отсюда. Вот стакан. Я бы поставил бы здесь серебряную нашу картонку-отражатель, чтобы лед и все, что было, оно подсвечивалось по-другому. Ну, чтобы вода, то есть в данном случае жидкость, которая у вас тут есть, она не светилась вот так просто, однотонно, а чтобы у нее был переход. В данном случае, чтобы она либо здесь светилась, либо с той стороны светилась. То же самое касательно бутылки. Чтобы она, допустим, можно, да, конечно, чтобы она вся светилась. Вот, но так же здорово, когда есть какой-то переход. Потому что даже если сейчас посмотреть, вот здесь у вас яркая область, а вот тут она заканчивается. И яркость только вот здесь. Очень часто, когда такое снимают, бутылку убирают, бутылку, банку, коробку делают отдельный снимок, а потом уже снимок в фотошопе добавляют в нашу коробку, к этому вискарю. Вот, а теперь касательно освещения. Здесь мне, смотрите, вот у вас 12 горит, а что с остальным? Что остальное-то у нас тут все такое хлюпенькое, молчит, а 12 горит? При том, что очень странно, почему вот это горит, если она находится в темноте? Это же странно, по идее, то есть это же вы сами понимали, эту яркость на цифру 12. Вот, не хватает, как раз таки, чтобы надпись была одинаковая. Заметьте, в большинстве случаев очень много реклам. Когда у нас темно, в какой-то области, даже вот здесь, если взять, вот в этой области у нас темно, вот так, все равно у них в снимках там буквы, цифры и все остальное, оно читается. Вот, и как раз таки этого не хватает. Касательно насколько красиво вот эти полосы. Эти полосы, я не могу сказать, что они очень красивы. Было бы здорово, если бы у вас не, сейчас объясню, допустим, здесь просто очень много, если снимать, я опять исхожу из того оборудования, что у вас есть. Проще порой что-то склеить в Photoshop, уже, допустим, снять по одному источнику, чем делать это, ну, выкручивать то, что есть и поставить, и вот так вот есть. Вот, я думаю, вы мою мысль помнили. То есть, часто логотипы, точнее, этикетки всех вот этих вот, как его, вот этого спиртного снимают отдельно вообще. То есть, свет, то есть, если это, допустим, наша бутылка, вот она стоит, мы, зрители, мы смотрим вот так, ставят, допустим, что-то такое, может быть, ну, опять, вот камера, то есть, вот у нас камера, либо ставят за камерой, у нас что-то такое белое, светлое, и вспышка бьет у нас вот так вот, но не всегда это получается, либо дырку делают в такой поверхности, вот так вот снимают, чтобы этикетка была вот так закруглена, вот, либо, как я до этого показывал, давайте я сейчас перееду, ну, ладно, вот здесь же буду показывать, сейчас я вот это вот удалю лишнее, вот, я думаю, вы запомнили, где у нас камера, либо свет ставят вот так подальше, немножко, так, секунду, он у меня переехал, даже, вот, допустим, если вот тут у нас камера, то есть, вот камера, либо ставят вот так свет, а им светят максимально, еще поближе ставят к бутылке, чтобы градиент вот здесь вот так вот плавно, вот сюда переходил, а с этой стороны, ну, все как на мастер-классе, с этой стороны картоночкой подсвечивает, и она попадает, то есть, получается, у вас не будет такой жесткой линии за счет того, что вот у нас тут вот свет, линия, вот это будет плавно переходить вот здесь, и где-нибудь вот здесь она закончится, а вот тут, с этой стороны, мы вот подсвечиваем картонкой, и она вот так вот заполняет, то есть, по сути, если вот так вот взять, есть дофигища вариантов, как это подсветить, как это сделать, вот, даже бывает такое, то, что если отдельно бутылка стоит, сейчас я ее сотру, отдельно бутылка вот стоит, то есть, то есть, вот бутылка у нас стоит свет, порой стоит еще повыше, то есть, вот так вот, чтобы он просто засветил вот эти вещи, то есть, всю этикетку просто засветил, вот, но опять-таки, сейчас я не буду рисовать все схемы, то, что есть, я не говорю, что вот это слишком, это плохо, я в данном случае говорю про вот эту нашу полоску, вот, но вот эти вещи нужно помнить, то, что не всегда это красиво, вот, иногда это ок, иногда это не ок, но если вы заметите, очень часто вот здесь эти полосы, ну, полосы, вот эти полосы темные чаще вот здесь, чем посередине, вот, поэтому, опять-таки, здесь, либо еще раз попробовать снять, уже добавить лед, уже немножко этот момент рассчитать, также поставить здесь серебряный, в данном случае даже не серебряный, а золотистый картон сзади, золотистый картон вот с этой стороны, чтобы он здесь был, вот, и, соответственно, еще раз говорю, сейчас я вот эти щелчки, ребят, я просто ручкой пишу здесь вот, и когда я так вот нажимаю, щелкаю, у меня она меняется на карандаш, то есть, еще раз, вот бутылка стоит, поставьте свет так, чтобы он максимально был подлиннее, и немножко дайте ему такой вот наклон, вот, камера здесь, а вот здесь тоже поставьте подлиннее свет, для того, чтобы это тоже могло вот это все дело заполнять, вот, и только так у вас может получиться, также будет здорово, если у вас это будет в резкости, это уже фокус стекинг, я это объяснил, показывал, то есть, в несколько кадров снимите, и, соответственно, сюда это вставьте, в целом, даже с этими рекомендациями, уже, если вы сделаете, а, да, кстати, еще очень важно, если, когда вы снимете, чтобы вот тут у нас был градиент, вот так, то есть, вот так был градиент. Конечно, когда мало источников освещения работы, больше в Photoshop, когда больше источников освещения, то есть, мы можем снять уже более-менее одним кадром, вот, выбирайте сами, вот, но рекомендую еще разочек попробовать, и я думаю, у вас, ну, более чем уверен, у вас получится. Не стесняйтесь, кидывайте ваши попытки в группу, все с удовольствием посмотрят и оценят. Про вот эти блики я сейчас ничего не говорю, я говорю сейчас вот то, что вот эти блики видны, хотя будет красивее, если они будут по всей бутылке с высоты вниз, вот, но, опять-таки, учитывая, что вы только учитесь, только-только учитесь, могу сказать, в целом уже неплохо, но есть моменты, которые нужно дорабатывать, и цвет виски, он немножко потемнее, потому что сейчас выглядит какой-то чай. Так, следующий наш участник, значит, что мне не нравится, что у нас тут вообще? Плохо, что вы не поставили это все в один гриб, потому что, ну, смысл от такого размытого огромного пятна. А, во-вторых, если бы, я не знаю, зачем у вас золотая вот эта чаша тут, сейчас вот, то есть, ну, смысл от этой золотой, пусть лучше уж будет серебряные две, если нет серебряной, ну, в фотошопе ее обесцветите, она будет у вас как серебряная, дайте немножко синий оттенок ей, тем более в ней ничего не отражается, это вот с этой можно помудохаться, потому что в ней есть вот виноград, и это будет палево, то есть ее можно не трогать. Да, я знаю, там есть режимы наложения, туда-сюда, но я за то, чтобы вообще чисто снимали и без всякой такой фигни. И по логике вот это легче, как его перевести в цвет, чем вот это красить, хоть это тоже можно покрасить в золотой. Второй момент, опять, зачем вот это все у нас, ну-ка давай, вот это вот сейчас вот так вот, ну, нафига оно размытое, как вот это вот размытое. И если сейчас посмотреть композиционно, очень неудобно вы ее сюда воткнули. Вот просто очень неудобно воткнуто, как-то нединамично. То есть не то, что нединамично, вот как кусок льда положили, и когда он растает, он начнет вот так падать. То есть понимаете, да, о чем я? Вот лед тает, и вот так это падает, потом сюда упадет. Вот нужно было так воткнуть, чтобы это превращалось в какую-то форму. То есть если у нас вот это, допустим, ведерко, ну пусть это виноградинки, вот так вот треугольничек нам какой-нибудь такой сделают. То есть вот, видно, что заполнено. А то я прямо здесь вижу, что здесь пусто. Вот прямо вот так вот. И смотрится так себе. Вот, ну и плюс не в фокусе, и виноград грязный. Вы бы хотя бы в водичке что-либо побрызгали на него, было бы более аппетитно. Вот, и очень важный момент, вот эта вот грязь, вот для кого оставили? Вот эти вот острицы, наши любимые, про которые мы сколько говорим. И в ретуши нужно было немножко почистить вот эту зацарапанную банку. Если вы уже снимаете вот с такими отражениями, то нужно, чтобы все чистенько было, чем заляпано. Потому что вот это же чистое, незаляпанное, незатертое. Вот, и насколько нужен здесь фон. Здесь фон, это делает грязь. В данном случае этот фон не нужен. Лучше было бы здесь контровые источники в виде картонов, что ли, чтобы поставили их, чем вот так вот. Поэтому такое не пойдет. Давайте переснимайте. И композиционно, пожалуйста, выставляйте правильно. Потому что здесь как-то, ну вот, вы пятнами это все нарисуете, вы увидите, что чего-то не хватает. Однозначно чего-то не хватает. Еще больше виноград здесь не хватает. Потому что здесь очень много дыр. Вот, поэтому это дело надо переделывать. Так, 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 так. Восход. Вы знаете, больше похоже на закат. Обычно, ну, восход, закат, по сути, это все то же самое. Вот, но если посмотреть, обычно закат показывают таким. А восход, он более такой цветастый. Вот. И я думаю, другие-то тоже, возможно, заметили. Касательно композиционно. У вас справа просто съелась вся инфа. Был бы лучше, хотя бы, может быть, как-то вот так. То есть вот. А чтобы это было поправить третей, может быть, хотя бы как-то вот так сделать. То есть вот. Ну, я понимаю, кран съелся. То есть, ну, вот так было бы лучше. И здесь больше закат, нежели восход. От вот этой красной и вот этой плямбы, вот я про эту говорю, я бы избавился бы. Потому что, ну, она здесь не нужна. То есть такую картинку можно поставить на заставку, там, я не знаю, там на компьютер и так далее. А вообще было бы здорово дождаться момент, когда вот этот кран, опять-таки, ну, здесь я не уверен, что получится. Но вот есть всякие такие, там, на прицепе, то есть вот, я не знаю, там, солнышко в руке, там, чувак луну в машину засовывает, типа, ну, вот всякие такие примеры. То есть как-то рассчитать, что кран держит вот это солнце. Ну, это я уже просто так сейчас фантазирую. Вот, но я думаю, может, как-то вот так. Я не говорю, что вот эта рамка, это плохо, но ее надо было как-то обыграть. Хотя бы, может быть, вот. Потому что слишком черная, слишком черная. Оно вот так вот есть. Вот видите, я и рамку вашу оставил. Вот, но с правой стороны вот эти вот проемы, вот эти окна, я бы усилил бы по яркости, чтобы они тоже участвовали в сцене. Потому что вот эта тоже участвует. Видите, здесь есть вот эта вот. Вот, и лишний бы отсек бы. Вот, но еще раз говорю, здесь больше похоже на закат, чем на восход. Так, знаете, что мне не нравится? Вот вроде бы вишня, ну, у меня есть ощущение, что вишня высохла. Вот здесь больше высохла, чем вишня. Вишни тут настолько мало. И здесь больше то, что она высохла, потому что она даже до низа не достает, и тут даже воды нет. Бедную вишню высушивают. И при этом у меня такое ощущение, что эта вишня мокрая, что ли. Вы что, мокрую вишню туда поставили? Что, как будто она блестит. Какой-то странный высадовник, могу сказать вам. Значит, ее побрызгали, а пить не дали, да? Супер. Вишня хочет пить, а вы ее сверху побрызгали. Я понимаю, что вы же все труба. Но вот это такой важный момент. Вот эта часть снимка, вот эта часть, она очень сильно отвлекает. Я могу сказать, да, здесь что-то есть такое, я не знаю, не знаю, как-то сказать, что-то в этом, как будто бы снимки есть. Но этот снимок, да, чего-то такого не дотягивает. Понимаете, я даже не могу как-то так вам прокомментировать, чтобы было как-то более понятливее. То есть, окей, вот давайте попробую как-то сейчас это обыграть. Во-первых, если бы я бы снимал бы этот снимок, допустим, ну давайте я вот так вот возьму, вот так вот сейчас, вот здесь, это будет моя зона, где я буду работать. У меня бы банка не была бы вот так вот впритык. Я бы банку немножко подвинул бы в сторону, то есть вот, подвинул бы немножко в сторону. У меня бы вишня занимала бы, наверное, вот так место побольше, потому что эта вишня вянет. Вот, вот это ее, вот здесь вот, я не знаю, может вода там будет или не будет. Вот, но она была бы за счет как раз вот этих вишенок, она бы изгибалась бы. То есть, я бы сделал бы хоть какую-то пародию, какой-то кривой, S-образной кривой хоть какой-то пародии, чтобы это занимало место в кадре. Вот эти занавески, которые есть, я бы расположил бы так, чтобы они тоже, дайте я занавески буду рисовать, эти занавески тоже выполняли какую-то вот такую форму, то есть немножко закрученную. А вот это тоже было бы на каком-то, ну вот, у вас же это на чем-то стоит же, вот, вот, тоже вот как-то, не знаю, вот, я бы рисовал бы так. То есть выставлял бы, то есть вот у меня стакан, то есть, ну это в данном случае вот эта банка, то есть вот она идет. Вот вишня по всему кадру пошла, вот здесь она вот так вот висит. Ну, я бы вот так вот пятна, понимаете, я сейчас вам пятна нарисовал. А у вас же получается, она, сейчас вот здесь вот воткнулась, вот здесь просто идет легкое прорезание, но акцент идет не сюда, никак не идет сюда, он идет вот в самые светлые участки, вот так. И это очень сильно отвлекает, очень сильно отвлекает. Хочется посмотреть на вишню, но не дает посмотреть. Вот, поэтому вот эту атмосферность, атмосферность, ее нужно немножко доработать. Чтобы, ну, как-то поинтереснее было. У этого снимка есть потенциал, я ничего не говорю. Вот, у него есть потенциал, потому что есть даже, ну, целое, я не знаю, направление вот всяких таких фотографий. Вот, и моя задача не обрубить вам дело на полпути, а направить. Поэтому попробуйте еще раз тут с этим поснимайте. Вот опять, видите, вишню уже вряд ли найдешь. Ну, что-нибудь придумайте. Я не знаю, что это, найдите вместо вишни, что-нибудь позасовывайте. Вот, может, что-нибудь сейчас растет, какие-нибудь другие ягоды. Только, пожалуйста, не ломайте в ветке, как живодер. Вот, в общем, рекомендую попробовать. И не забывайте то, что фактура и то, что у вас на занавеске есть узоры, они также являются частью композиции. Не забывайте вот это, чтобы все целостно могло смотреться. Это очень важно. Так, следующий наш участник. Так, что у нас тут за параметры? Что у нас тут происходит? Все ясно, понятно. Окей. Так, 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 так. Могу сказать, что в целом норм. Только единственное, что, зачем обрезали вот эту часть топора, секиры, это нафига. Будет лучше, чтобы она была бы вся. Было бы здорово, если здесь были бы контровые, которые подчеркнули бы вот это острие, лезвие. Вот, да, контровые. Потому что я вижу, здесь контровой есть, но нужно было немножко повращать, чтобы вот здесь у нас показалось. Я бы вот эти вещи немножко поусиливал бы. Вот, а в целом получилось прикольно. И очень важный момент. Вот это я бы сделал бы немножко поменьше. Это сейчас немножко сильно горит. Возможно, я бы добавил бы это и сюда. Касательно шума. Этот шум здесь не настолько... Он сейчас агрессивный очень. Нужно поменьше. Чуток поменьше этого шума. Потому что сейчас, ну, агрессивно. Чуток поменьше шума. И в целом, в целом будет норм. Да, кстати, еще отдельно в Camera Raw я бы добавил бы сюда немножко такой текстуры. То есть, ну, усилил бы вот эту текстуру. Вот, ну, еще раз, видите, видишь, хотел сказать. Ну, видишь, Андрюх, вот здесь вот не хватает. Потому что вот здесь-то это есть, вот тут. Вот, поэтому чуток поменьше шума. Чуток чуть-чуть поменьше вот этого. И в целом мог. В целом прикольно. Так, следующий участник. Так, следующего участника буду ругать. Потому что, ну, я называю это тяп-ляп. Потому что, ну, где фокус, на что смотреть? Первое, с чем мы сталкиваемся, опять-таки, с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с каким-то размытым вот этим. Размытое это. Да, если сейчас посмотреть, даже еще с глазами. Вот, сидят маленькие вот эти вот, видите, такие вот, как капли с глазами. Сидят, на вас смотрят. А где фокус? Скажите мне, где фокус? Фокус, фокус нету. Он здесь. Ну, если, опять-таки, смотрите, вы навалили сюда целую кучу. Целую кучу винограда. Ну, почему фокус здесь? Откуда я знаю, что сюда надо смотреть, если я вижу здесь все размыто. Это не пойдет. Касательно освещения. Мы разве так проходим свет? Мы разве так проходили вот эту съемку? Мы разве вот такой результат сдавали мне на уроках? Это не пойдет. Схему, как снимать, мы разбирали. Снимайте это как помидор. Не делайте, пожалуйста, вот этих вот глазастиков в данном случае. Осталось вот так вот еще нарисовать руки. Вот так вот. Во. И ноги. Поэтому не нужно это делать. И фокус ловим на переднюю часть. На переднюю. Не куда-то, где-то там. Это то же самое. Вы будете смотреть на человека и видеть в фокусе уши, что становится сразу некомфортно. Поэтому это прям... Прям... Прям срочно переснимать. И прям нужно это все дело пересдать. По-другому никак. Следующий наш участник. В целом смотрится, знаете, прикольно. Ну-ка, что у нас тут по параметрам? В целом смотрится прикольно. Васильки. Знаете, что не хватает? Чтобы целостная картина была. Мне нравится сейчас то, что цвет. Прикольно. Ну, вот, конечно, ткань, она... Ну, сильно не бросается до глаза. Но вот это вот красиво. То есть вот эта часть, она красиво. Я бы даже вот здесь немножко бы цвета добавил бы. Вот слегка. Красиво смотрится. Вот эту козюльку бы я убрал. Но что бы я бы еще добавил бы? А я бы еще бы добавил бы замороженное поверх стекло. Сейчас, дайте вот так вот и сделаю. Замороженное поверх стекло. То есть, не знаю, как это... Ну, в принципе, кто был на мастер-классе, знает, как сделать вот этот замороженный эффект стекла, чем мы брызгали. Вот. Я просто не знаю, насколько он будет прозрачный. Ну, я об этом... Я вот сейчас просто анализирую и представляю, как бы получилось. Но самое нормальное было бы, опять-таки, я просто знаю, эта чашка, она небольшая. Взять, освободить морозилку, засунуть туда стекло какое-нибудь. И получается даже не... ну, может быть, мокрое. Вот. И это стекло поставить перед камерой. Соответственно, вот тут у нас... вот тут. И растереть. То есть, допустим, вот так пойдет замороженное-замороженное. То есть, вот замороженное-замороженное. А посерединке вот как... это какого... Стекло протираем, чтобы... вот и замороженное. И стеклышко протираем. И у нас вот тут есть. То есть, вот. Конечно, можно взять клепарт. На прозрачность заморозки. Да, можно взять. Положить сверху. Взять кисточку. Там дофигища есть кисточек в фотошоп. Закрыть, перекрыть масочку и убрать непрозрачность. И вот так вот чуть освободить. Чтобы целостность была. Вот целостности здесь не хватает. А можно еще также попробовать сделать туман. Туман бы тоже красиво смотрел себе. Но это нужно надымить. Тоже бы красиво смотрелось. То есть, общая атмосферность. Потому что, в данном случае, вот эта ткань, вот эта ткань, за счет того, что у нее есть вот такие вот мятости. Я сейчас вот про вот мятость, вот мятость. То есть, вот. Это даже где-то похоже на снег. Потому что, вот, светлые участки, вот, темные участки. Вот это все вот так вот идет. То есть, вот. Похоже даже где-то на снег. И даже я бы этот момент, сейчас дожились, поправляю теплота, я бы увел бы больше в холодный. Но именно я сейчас говорю про вот это, про вот это. Саму чашку я бы не трогал, то есть баланс белого на ней бы не поправлял. В данном случае я про сейчас говорю. Вот, в целом прикольно, но хочется, чтобы было поинтереснее. А чтобы стекло, которое стоит перед этими объектами, оно было вот таким запотевшим. То есть вот такое запотевшее стекло не хватает поверх. Даже если бы, когда бы я снимал, я бы сделал бы так, что вот это стекло, оно занимает всю площадь кадра. И у меня получится то, что вот весь кадр выглядит вот таким, то есть весь кадр выглядит вот таким, как мозаика. Это даже вот сейчас очень круто смотрится по цветам. Прикольно вот это мне нравится, это смотрится. Я бы даже поработал бы просто вот так вот по цветам. В общем, хочу, чтобы вы поэкспериментировали, поделали. Вот, и жду от вас какой-нибудь такой вот интересный вариант. В целом прикольно, но нужно доработать. Так, следующий наш участник. Смотрим. Здесь не хватает у нас объема плоско. Во-вторых, хроматические аберрации просто вон плещут. А здесь знаете, чего не хватает? Вот если это, допустим, ну улица, не хватает каких-то пятен света. То есть вот так пятно света, вот так пятно света, вот так что-то в свету. Вот здесь что-то в темноте. То есть понимаете, да? Теплоты вот этой вот не хватает, если это собрано на улице. Вот. И вот если бы это было бы еще вот так с пятнами, вот с солнечными зайчиками, было бы красивее. Было бы атмосфернее. А здесь у нас переходит все в холод. То есть зелень сама по себе, посмотрите, она немножко холодная. И сама вот эта корзина, еще плюс хроматические аберрации, она холодная. То есть она, снимок получился холодный. Конечно, можно сейчас ради интереса его перевести в теплый, где это была штука. То есть она вот, ну вот зелень стала потеплее. То есть вот смотрите, вот просто сейчас пока на зелень смотрят, вот она стала потеплее. И сюда добавить как раз-таки вот к этой теплой зелени вот эти лучи, зайчики, вот эти вот света смотрятся бы атмосфернее. А если бы еще и корзина была бы какая-то деревянная, такая коричневая, не белая, а коричневая, то было бы еще лучше. Было бы еще атмосфернее. Вот. Поэтому есть возможность, экспериментируйте, пробуйте, снимайте. Не обязательно искать красивую тень, вы всегда можете ее сделать сами. Взять какие-нибудь сухие ветки, выйти на солнце, вот этими ветками создать вот эту тень, вот эти зайчики. Вот. И то есть вы сами это контролируете, чем куда-то топать, с этой корзиной ходить. Вот. Поэтому рекомендую вот этот вот момент поделать. Ребят, я откомментировал все работы, получается, на букву В, иду на вашу пересдачу с Б. Значит, так. Я думаю, что предыдущий вариант красивее был, он смотрелся лучше. Там был ракурс другой, и было понятно. То есть большая-маленькая, и перед ними она преклоняется. А здесь происходит, что куда-то кладется в другую сторону, и вообще к ним это не относится. Я тогда, помню, давал вам рекомендацию немножко с фокусными расстояниями, немножко увеличить глубину резкости. Но ракурс оставьте тот же. Потому что здесь немножко, ну, недовернуто. Побольше посмотрите работы Виктории Ивановой. Там вот есть куча всякие там с грушами. Вот. И обратите внимание над ракурсами. Потому что в данном случае ваши булавки – это формы. И сюда можно в эти формы вставить тех же людей. Двое, там, допустим, папа, мама, ребенок кланяться. Вот. И так далее. Вот. Поэтому рекомендация вернуться к предыдущему ракурсу. И побольше поэкспериментировать. Следующий участник. Значит, нет, такое дело не пойдет. Я не вижу объема. Понимаете? Здесь очень плоско. Нет вот этих вот переходов. Я на прошлом снимке, на прошлом разборе показывал как раз-таки вот эти болгарские перцы. Еще раз на сайте у меня посмотрите. И ориентируйтесь по ним. В данном случае здесь очень плоско и, ну, не смотрится. Просто не смотрится. Нужно пробовать еще раз. Здесь уже я вижу, что ничего в пересвет не уходит. Я вот еще раз посмотрел по яркости. В целом окей. Но вот пересветы сейчас не мешают. Ну, немножко теперь не хватает каких-то, может, искажений, либо еще что. Да, просто как снимочек в какую-нибудь книжечку. Там, салат из багажского перца. Окей. Но проблема-то еще в чем? А где фокус-то? Фокус у нас. Фокус у нас вон тут. Вот тут. А мы же на что сначала смотрим? Мы же смотрим вот сюда же. То есть вот в переднюю часть. А где наш фокус? А фокуса нет. Поэтому у меня такое ощущение, что вы снимок просто взяли, не снимали, а просто, как его из той же серии, выбрали и переработали. Попробуйте поснимать еще. И будет красивее, если доска, на чем они лежат, она будет более темная. Мариевочка какую-нибудь покрасить. Вот. И капель не хватает. Экспериментируйте. Пробуйте. Батоны, как и в прошлый раз, я говорил, все прекрасно. Да, одной штучки не хватало. Одной колосинки. Вот. К батонам никаких вопросов нет. В целом они хороши. Опять-таки, что и в таком разрезе. Я имею в виду про компоновку. Что и где. Что и... Ну-ка. Что и в таком. Мне и в таком нравится, и в том нравится. Вот. В целом батоны хороши. Претензий к ним нету. Будо. Вот. Уже какое-то другое дело. И даже ваша тонировка, она уже по-другому смотрится. Вот. Теперь можно взять и поставить в какую-нибудь книжку. Про Буду. В целом снимочек уже как-то поинтереснее стал, чем было. Хоть как-то... Как-то получше стало. Потому что в прошлый раз немножко было плоско. Я понимаю, что композиционно все то же самое практически. Хотя вот сзади появились ветки. Вот. Но по крайней мере получше выглядит. Я бы даже здесь ничего бы и не ретушировал бы. Может быть бы убрал бы вот эту... Как вот обрезанную ветку. Но трогать уже смысла нет. Вот. Поэтому в целом, ну, получше, чем было. Эти перцы. А вот скажите мне, вы это для кого оставили? Опять для меня? Вот этим. Ну, это что? Восстание остриц. Он стоит ровно. Он, Несси наш, плавает, любимый. Ну, как же так? Сдаете мне работу и... И заведомо знаете, до чего я докопаюсь. А только из-за этого я отправляю вас переснимать. Потому что это не пойдет. Во-вторых, такое ощущение, что вы вот здесь это дело вытаскиваете в проработке. То есть он светится, как этот перец. Он отличается от фона. То есть перец светится, и вот это что за ляп? Это вы для кого оставили? Для меня? Видно, что перцы вырезали. Такое не пойдет. А вот здесь что? Что у нас тут произошло? Ой-ой-ой-ой. Это что такое? Вот тут что произошло? А что? Сложно было, неужели, протереть эти перцы бедные, несчастные, чтобы ничего не делать, не ретушировать? Знаете, кто... Вот я думаю, как эту мысль сформировать? Кто живет неспокойно? Тот, кто придумывает себе приключения на попку. По-другому назвать не могу. Вот. Не придумывайте себе приключения на пятую точку. Кто-то вообще мне сдал. Ага. Не придумывайте себе приключения... Снимайте нормально. Поэтому это тоже надо переснять. По бликам я бы еще бы добавил блик, чтобы шире были эти блики. Но вот это детский сад, за который и так, знаете, что я отправился переснимать. Ну, это стыдно. Переделывайте. Так-с. Борщ. Значит, так. Давайте посмотрю. Здесь сейчас, смотрите, начинает немножко мешать. То есть это уже в посте можно проработать. Это вот эта часть тарелки. Она высветлена сильно. Я бы ее приглушил бы. Конечно, плохо, что здесь хлеб такой, видите, продавленный. Я бы его выровнял бы. Просто ровный кусок поставил бы. Видно, что какой-то он неравномерно порезанный. Он какой-то провалился туда. На что ориентироваться по свету? На что ориентироваться? Вот смотрите. Лук хорошо по свету. Чеснок, ну, в целом нормально. Но вот тарелки не отвлекают. То есть, по сути, чуть-чуть надо потише поставить тарелку. Сметана. Сметану тоже я приглушил бы. Вот именно вот этот вот участок я бы приглушил. Вот здесь тени я бы усилил бы. То есть вот так вот. Вот. И чуть-чуть бы вот это приглушил бы. А то выбивается. Вот это даже может быть бы... Не, вот это такая ставит. Это нормас. Вот. Картошку бы отдельно проработал. Вот здесь бы чуть-чуть осветлил бы ее. Вот. И очень важно, когда вот такое всякое снимаете, обратить внимание на мясо. Видите, оно сухое стало. Вот именно вот здесь сухое. Это говорит о том, что оно давно у вас стоит, и вы снимаете. Если оно было горячее, то это же тоже как бы немножко испаряется. А когда такое всякое снимаете, не забывайте взять ложечку и немножко поливать. Чтоб она мокрая была. Это тоже очень важно. Чтоб не выглядело сухим. Когда мясо кажется стоит сухим, оно выглядит как будто давно стоит. А еще как будто даже может быть где-то чуть остыло. Остывшее мясо не может быть, не может выглядеть сухим. То есть оно, ну видите, я сейчас так копнул, сейчас могут докопаться. Как так сухое мясо не может быть горячим? Вот. Образно. То есть если бы мясо вот это вот с этими бликами было бы вот здесь, было бы лучше. Конечно, можно пошаманить какие-то вещи сюда, перекинуть. В целом снимок лучше, чем прошлый. Вот. Нужно исправить вот эти вот просто засветы на тарелке. Так, сойдем дальше. Да, вот этот вариант уже получше, чем просто вы до этого снимали. Но здесь одна проблема. Он у нас где висит? А где? А это вы и даже нет. Вы это вырезали. А где земля? То есть я вижу, как вы это все дело у нас просто тупо подрезали. А это как раз таки плохо. То есть вот, я вижу ваши следы проработки. При этом я сейчас сказал, что уже стало смотреться лучше. Но при этом грязи нашей грязюки стало больше. Вот же она вся. Я ее всю вижу. То есть вот тут какие-то участки. Ну, блин. Плохо, что так грязь вот эту закинули сюда. Значит, вот так вот сделаю. В целом прикольно. Но проблема в том, что здесь не хватает земли. Должна быть земля хоть какая-то. Чтоб хоть как-то было. Если земля появится, будет замечательно. По свету хорошо. По небушку хорошо. Все хорошо. Но вот это вот. Чего не дергаться-то? Вот это то, что вот это есть, это плохо. Хотел вас похвалить. Но сказать только, что этого не хватает. Но в итоге видите, сколько я увидел ляпов. Поэтому еще разок. И чтоб был асфальт. Возьмите эту же модель. Вот. И еще раз поснимайте. Небо красивое. Так. Следующий участник. Значит, значит, значит. Вот смотрите. Здесь, как ни крути. Я вот так сделаю. Хочется, чтобы вот эта резкая часть. То есть вот. Она была чуть выше. И банку, точнее коробку, не обрезать. В целом, уже как бы норм, ну, обрезали. То есть композиционно. Поставьте это выше. У вас композиционно, в кадре у вас получается ромб. Пусть он будет целый. У вас в этом вот ромб. Ромб, у него также есть ромб. Это в данном случае бант. И вот ваши вот эти вот украшения. То есть вот они висят. Здесь у нас вот так роза. Пусть это будет все цело в одном кадре. Либо покрутите ракурс. Еще. Чтобы это лучше смотрелось. Вот. Но не обрезайте. В данном случае обрезка здесь, она выглядит как будто... Вот вы человека снимаете, а башмаки спереди. Нос туфлей. Вы их обрезали. И вот такая вот получается какая-то непонятная штука. Поэтому еще разочек давайте. Такс. Следующий. Ну, вот эти буквы. Вот эти буквы. Это уже получше, чем партак. Который был, если я не ошибаюсь, участник. Участник, да. Получше. Вот здесь контрастно. У нас и буквы. И все замечательно. Конечно, если бы это еще было бы по правилу цветов. Каждый охотник желает знать, где светит фазан. То есть по цветам. Красный. Каждый охотник оранжевый. Ну, вот так вот. Если было бы лучше. Вот. А если такие цвета, ну, где-то они могут не совпадать. Но в любом случае, я сейчас скажу то, что это лучше, чем было предыдущее. Потому что предыдущий это был хаос. А тут у нас есть буквы. Единственное, что немножко с цветами нужно было поработать. И по ретуши. По ретуши. Я бы вот эти моменты, которые вот есть в данном случае. Вот это вот. Я бы это отретушировал бы. То есть вот. Вот это немножко бы я подправил бы. Вот. А еще зайдите на сайт. Атоп Кулер. Вот. Посмотрите. Там очень много цветовых схем. Очень много вообще вот этого всего. Вот. И просто возьмите себе это на вооружение. Чтобы правильно с цветами работать. Вот. Я не говорю, что сейчас что-то не то. В целом норм. Но еще есть, как говорится, над чем работать. Вот. Но еще раз повторюсь. Это лучше, чем было до этого. Так. Что? Все? А нет. Есть еще. Все-таки пересняли. Хорошо. В целом, в целом, тот снимок тоже был хороший. Я ничего не говорю. Я думал, вы там же переснимите в той же локации, где деревья, где воздух. Вот. Здесь, во-первых, я вижу прям напряжение. Нужно было немножко притушировать, чуть-чуть убрать вот мешочки. Слегка. Касательно схемы освещения. Да. Уже вы попали. Касательно даже композиционно. Да. У вас тут даже и рамки есть, я вижу. То есть, вот обрамление. Ну, как обрамление. То есть, у нас рамочки есть. Он внутри вот этого всего. В целом, окей. В целом, окей. Но предыдущее, то, что было на улице, там был воздух. А здесь у нас стена и смотрится как немножко впритык. Вот. Поэтому, в целом, окей. Но с предыдущим, там был воздух. Просто те моменты, которые были в прошлом раз, нужно было в этой же стилистике переделать. И как его, заново, конечно, с ним идти не надо. И заставлять его опять нести барабаны. Но если он, в целом, в принципе, не против, то попробуйте еще раз. И не забывайте хоть чуть-чуть глазки прорабатывать. В целом, окей. Следующий участник. Ну, опять-таки, нужно понимать, что когда мы снимаем что-то, где есть особенно буквы, зритель всегда захочет это в первую очередь прочесть. И в данном случае приходится разворачивать голову, что очень сильно неудобно и некомфортно зрителю. И, да, можно сказать, и возникает задействованность зрителя к этой фотографии. Он вращает голову. Но не каждый захочет вращать голову. Вот. Поэтому правильнее и, вот лично, на мой взгляд, лучше бы, то есть, как-нибудь хотя бы, да вот так. Либо, да хотя бы вот так. Уже будет вот. И было бы лучше, если бы здесь, в этом тексте, был бы хоть какой-то смысл. То есть, вот, допустим, ну, прост варить, ну, варить с самого Ниццы... Чего Ниццы? Ранницы? Чего? Ниццы чего? Ниццы обезьяны? Интересно, к чему это может... Что это Ниццы обезьяны? Обезьяны? Тьфу ты, блин, обезьяны. Все, ребятки, я устал. Обязаны. Все. На этот... В этот момент. Все, ребят, действительно, я обезьяны читаю. Ой, Господи, Тобой же мой. Обязаны ряду скрывать. Это настолько, что их высказывание... Ну, будет здорово вообще. И вообще в гол, как это вот прям, американцы любят говорить, вот прям в гол вот попали. Если здесь будут какие-то интересные, ключевые какие-то слова, которые интересно прочесть. Вот прям, не знаю, это либо нужно искать такую книгу, либо еще что, чтобы это, ну, чтобы это там как-то совпало. Какие-то вот есть же детективные такие штуки. А по сути, нас и ведет вот эта лупа, то есть детективы же у нас все время всякими увеличивающимися штуками. Ох, ребят, все, действительно, я уже запарился. Когда они что-то ищут. И вот тут, здесь какие-то ключевые слова. Даже можно было бы эти слова, даже, смотрите, нет, допустим, нет этих слов. И вот у меня прям сейчас рождается всякие такие вот идеи. Допустим, сами взяли карандашиком вот так вот выделили какие-то буквы. Просто, вот я сейчас просто выбираю, вот, чтобы зритель вычитал какое-то одно слово, чтобы это была бы какая-то подсказка. И здесь, допустим, число 27. Вот, вот, то есть я подчеркнул ЧИ, вот это, а нет, С, надо С найти. А нет, вот ЧИС, число 27. Вот, и тогда было бы интересно, и, соответственно, вы бы и попали, вы бы заставили зрителя, то есть прочесть, подумать и сказать, о, прикольно придумали. Нежели, как его, вот, вот так вот как-то было. У вас это было, по-моему, наоборот. Я же повернул. По-моему, было вот так. Я думаю, вот так интересней мой вариант, чем смотреть. Но то, что я тут увидел обезьяны, это, видимо, планета обезьян, я недавно пересварил. Вот это, наверное, на меня и сыграя роль. Так, следующий участник, и осталось совсем чуть-чуть работы. Вот, следующий участник. Значит, да, уже стало посветлее, чем было, но немножко вот это вот странно тут выглядит. Такое ощущение, что это вы сами квадратом вот это вот отрезали. И при том, что не просто квадратом, вы взяли какую-то клип-арт, какую-то фотографию, вставили и даже не стерли от нее, от этой фотографии рамку, вот эту всю. И плюс этот сам, как его круг, выглядит очень не по-настоящему. Он очень выглядит графичным. То есть вы забыли, вот эту вещь надо же как-то стереть было. Цветность кожи, во-первых, смотрите, вот здесь вот проскакивает вот цвет губ, и что у вас? Нужно немножко поработать еще с цветом. Еще с цветом и с ретушью нужно поработать, потому что немножко хромаете по ретуши. И вот здесь, это что за грязь, вот я вижу прям сверху. То есть вот, в любом случае это уже лучше, чем было, но это все равно нужно переделывать. Равносильно, как вот здесь я вижу следы, где они, вот, ну контуры, где это все совпадает, ну не совпадает с картинкой. И вот здесь как-то губа странно накрашена. Вот, и даже вот следы какой-то ретуши. Поэтому надо переделывать. Вот здесь, вон, одинаковые какие-то участки я вижу. Вот, поэтому давайте еще раз, переделывайте. Я знаю, у вас получится. И не мудрите с ретушью так сильно. Следующий наш участник. Давайте поглядим. Здесь композиционное решение, конечно, хромает. То есть было бы лучше, если бы этот лимон, этот лимон смотрели бы в ту сторону. Или лайм, что это у нас. Этим же самым, за счет того, что там свет с той стороны, они бы вот так бы еще бы блестели бы. Чтобы выглядело бы свежее. Вот этот я бы поглубже туда бы запихнул, чтобы они там так сильно не торчали. И листики бы вытащил. Может быть, вот с этой стороны вытащил бы, как-нибудь с этой. Ну, не знаю, может, как-то вот так вот. То есть я бы сделал бы это более компактнее. Набрызгал бы еще воды. Капель. И смотрелось бы симпатичнее. Рекомендация попробовать так сделать. Потому что в целом как бы ничего. Я сейчас пока не докапываюсь про свет, про вот эту вот темноту. Вот. И, кстати, знаете, что можно было бы еще сделать? Если у нас лимон, лимон, ну, лайм, банка. У нас логотип сейчас ровно смотрит на нас. Вот. Если даже слегка его направить в ту сторону, развернуть банку, чтобы вот так зритель пришел к этому. То есть разрезано, разрезано. И в его же сторону смотрит логотип. То есть баночка чуть-чуть развернутся. А, между прочим, обратите внимание, даже здесь лимон в какую сторону смотрит. Видите? И вот же вам даже сейчас подсказка. Я вот только что сейчас увидел. То есть зритель встретился с лимоном, а не воткнулся в него. Вот что важно. Поэтому рекомендация это переснять. Вот. И попробуйте также это сделать на черном фоне. Потому что тоже может получиться прикольный вариант. Так. Любители поснимать мокрые... Еще водой побрызгали, а? Мокрый бамбук. Моя рекомендация... Посмотрите, пожалуйста. Я в прошлый раз все то же самое говорил. Вариации в том же и даже в Behance. Как снимали бамбук. Сейчас это слишком просто. Вот просто. Посмотрите варианты, чтобы листики, которые были торчали. Сделайте так, чтобы эти линии немножко были по-другому выглядели. Потому что очень важна также и компоновка. То есть, по сути-то, а что здесь снимать? Ну, за счет ракурсов ищите интересные моменты. То есть, вот у меня здесь так не вращается. Это же, в принципе, должно вращаться. Нет, это не так. Уж простите, я тут новенький. Нет, это не пойдет. Какая-то хрень. Наверное, это... Наверное, это... То есть, вот уже сейчас у нас какие-то появились, хоть какие-то продульные... Ну, какие-то вот хоть... Хоть какие-то линии уже стало хоть как-то поинтереснее, чем просто ровные. Понимаете? Хоть какая-то динамика есть. Здесь что-то движется. А у вас, получается, сразу как смотришь, так и... Так, как ее править, наверное, вернуть. Вот, вернуть к оригиналу. У вас тут сразу втыкаешься, и все. Поэтому ракурсы, фокусные расстояния, вариации вот эти все полностью еще раз пересмотреть. И не идите снимать, как в первый день очутились на земле. Осознанно идите. Сначала соберите побольше картинок, а потом уже идите снимать этот бамбук. Следующий участник. Значит, да, картинка сейчас смотрится лучше, чем предыдущая, но при этом здесь есть у нее тоже минусы. В предыдущем мне немножко больше нравилось, потому что, опять-таки, у вас чуть-чуть сейчас не хватает фона. Вот капли его не хватает. Его надо поднять по яркости. Значит, вот здесь нужно отдельно проработать вот белые участки, темные участки и немножко картинке дать чуть-чуть синий эффект, чтобы она не выглядела черно-белой, а дайте ей немножко синевы в тенях, не в средних, не в светах, а именно в тенях. Каплю. Вот просто, знаете, вот прям вот капельку вот так вот. И я вижу, что у вас объектив грязный. Вон, какие-то пятна на нем. Он белый. Это же не... Да, это пятна. Вот. А во-вторых, я вижу, что вы тут вытаскиваете по яркости. Зачем вытаскивать по яркости, если можно сразу снять? Так? Сделайте так, чтобы туда свет чуть-чуть попадал и не будет у вас проблем. Поэтому я хочу, чтобы вы сняли еще разочек. Потому что здесь можно выбить хороший вариант. Вот. И, кстати, вот это тоже отвлекает. Вот этот вот участок вот отвлекает. Поэтому тоже переделывайте. В целом ничего, но нужно добиться прям наилучшего результата. Ну, все. Говорит, я проверил. Итак, ребят. Значит, я проверил все ваши работы. Все, кто снимал, молодцы. Все, кто не снимал, не молодцы. Видите, как все логично и все понятно. В лучших традициях скажу очень классную поговорку, которую я раньше сам по себе говорил, потом я знаю, что это говорит Конфуций. Человек, который совершил ошибку и ее не исправил, совершил вновь ошибку. Очень хочу, чтобы вы не совершали ошибок вновь и переделывали все эти работы с учетом всех моих замечаний. И в первую очередь это нужно для того, чтобы вы выросли и у вас были отличные результаты в том, чем вы сейчас занимаетесь. Поэтому всем желаю добра, всем желаю роста. Увидимся совсем скоро. Жду передачи. И не забываем поставить лайк, колокольчик, подписка, написать комментарий и так далее. И так далее. То есть, ну, вы и так все без меня это знаете. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok